Привет! Передо мной нечто супер необычное. Это самый необычный складной велосипед из тех, что мне доводилось видеть перед собой. Это Шульц Биг Дэдди. Да-да, это велосипед для большого папочки. Самая брутальная рама сделана из хромоля. Вы приходите в магазин с семьей, жена выбирает какой-нибудь городской велик, ребенок выбирает легкий велосипед для прогулок, а вам хочется уехать от всего этого подальше, половить рыбку, может быть с палаточкой куда-то. Просто взять свой Шульц и уехать в прекрасное далеко. Этот велосипед выдерживает даже меня. 120 килограмм максимальная нагрузка, так что можете не париться по поводу того, что рама сложится. С этим велосипедом вы можете поставить ящик для рыбалки на багажник, впереди поставить палаточку зимнюю и уехать по льду Финского залива за своей любимой корешкой. Велосипед у нас для больших дядей, но и сам велосипед действительно сам по себе большой, потому что весит он 18 килограмм. Для складника это совсем не мало. Рама у нас здесь хромолевая, это такой специальный сплав стали, в который добавлен хромомолибден, который делает ее более легкой и упругой, чтобы хоть как-то сделать его полегче, но еще и более, кстати, устойчивым к коррозии, что немаловажно для турингового велосипеда. В Big Daddy выпускается ограниченное количество, потому что они нацелены на конкретных пользователей, просто они бьют прям в точку. Поэтому мы просто не успели взять новый велосипед на обзор и нам достался тест велосипед, поэтому он немножко пыльный, покатанный, но рабочий. В новом велосипеде кардинальных отличий не будет. Может быть какие-то мелочи типа педали или подножки изменятся, но глобально этот велосипед останется тем же. По его внешнему виду можно сказать, что на нем ездили. Естественно, за год на нем наездили, наверное, километров 500 точно. Ну вот примерно так будет выглядеть ваш велосипед после 500 километров тестовых заездов. Если его протереть, помыть, практически новый. Но мы хотим вам показать его настоящую сущность. На этом велосипеде у нас стоит классическое шульцовское сидение, коричневое, кожаное. Оно у нас стоит на всех складниках, кроме краби, потому что там стоит действительно царский диван. Странно, кстати, что царский диван не поставили на этот велосипед, но, видимо, если вы уж совсем большой дядя, вы его сами поменяете. Подсидельный штырь диаметром 33,9 миллиметра. Подсидельный зажим такой же, как и на всех остальных велосипедах складных шульц. Чтобы после того, как вы разложили велосипед, вы поставили велосипед в то же положение, что и было, на подсидельном штыре нанесены риски. Это очень удобно. Вам не надо будет каждый раз подбирать положение сидения под себя. Так велосипед у нас тестовый, то труба у нас затерта на всем диапазоне, потому что люди с разным ростом пробовали этот велосипед. Если бы вы использовали его с одним ростом, такой затертости, конечно, бы не было. Первое, на что все обращают внимание на этом велосипеде, это верхняя труба. Верхняя труба также складывается. Здесь есть специальный резьбовой механизм затягивающийся, который снимает, разгружает узел, в котором обычно складываются велосипеды шульц. Складной механизм на нижней трубе у нас используется такой же, как на большинстве складников. Даже на Максе такой же у нас складной механизм. А вот верхняя складная часть, она как раз призвана нижний механизм усилить. Поэтому здесь у нас резьбовое соединение с такими фрезерованными частями. Резьбовая муфта. Просто я откручиваю и, собственно, далее нижняя часть, как на обычном велосипеде, откидываем фиксатор и дальше складываем. Как видите, у нас разошлась и верхняя часть, и нижняя. В комплекте сразу идут два багажника. И передний, и задний. Задний до 25 килограмм, передний до 15. Верхняя труба, подсидельная труба и задние перья все вместе соединены. Может быть, как бы это не видно при первом рассмотрении, но внутри у нас здесь специально есть такая соединительная косынка, которая привязывает задние перья не только к верхней трубе, но еще и к подсидельной. Делая это одним мощным узлом, продуманным, который добавляет надежности. Из-за того, что у нас здесь присутствует вторая труба, пришлось увеличить высоту рулевого стакана. Это опять же тот элемент, который добавляет надежности. Надписи, как всегда, выполнены светоотражающей краской, так что в темное время суток вы будете дополнительно заметны. И вот эта вот надпись жестко говорит нам о том, что это тестовый велосипед, поэтому он весь такой поюзанный немножко. Тросики переключения тормозов проходят у нас под нижней трубой. Это прикольно, потому что за верхнюю трубой этот велик очень удобно переносить. Если вам там нужно через какое-нибудь препятствие непреодолимое его перенести, то верхняя труба используется как ручка. Приятная особенность хромолевых велосипедов. Отдельный пунктик, который показывает, что их делали с особой любовью, то что на них используются рубашки и тросики от фирмы Jaguar. Это фирма, которая специализируется на производстве этих компонентов, так что они выполнены прям по высшему разряду. И классическая деталь, которая есть на всех великах Шульц, это такие вот резиновые пыльнички, которые защищают вашу раму от истирания в местах контакта рубашек и рамы. Даже логотипчик Шульц здесь. Вишенка на тортике, очень нравятся эти моменты. Ну и вот надпись на раму, за которую особо горячо люблю эту фирму, то что велик спроектирован в Санкт-Петербурге. Если мы говорим уже про мелочи, то каждый компонент Шульца имеет логотипчик Шульца. На подседельной трубе он нанесен не просто так, а именно до него необходимо опускать трубу для того, чтобы правильно сложить велосипед. Вынос. В профиль, наверное, не очень видно, но вот эта вот штука, такая изящная фрезерованная деталька, которая позволяет нам поднять руль, во-первых, и, во-вторых, наклонить его вперед, отодвинуть его от райдера, тем самым сделать посадку чуть более наклоненной вперед. Грипсы здесь такие же, не прокручивающиеся, как и на всех остальных велосипедах Шульц, с упором под запястье. И вот самая дорогая и самая значимая часть этого велосипеда – монетка для управления восьмискоростным планетарным механизмом задней втулки. В совокупности это, наверное, самое дорогое, что есть на этом велосипеде. Планетарки можно переключать на месте, поэтому я абсолютно не парясь щелкаю грипп-шифт по всему диапазону. То, почему этот велосипед отчасти стоит так дорого. Тормозные ручки здесь обычные, алюминиевые, и в внутренней части есть специальный регулировочный болт, который позволит подвести рычаг чуть ближе к грипсе или отдалить его наоборот. Ну и звоночек, конечно. Механизм складывания руля, в принципе, довольно привычный. Здесь есть специальный стопор, он же блокировка. Нажимаем на стопор, отгибаем лапку. Вот эта часть у нас фиксирующая отходит в сторону и позволяет нам велосипед перевести в сложное состояние. Теперь в обратной позиции. Посмотрите, как этот механизм мощно защищает вас от непредвиденного складывания. Просто супер мощная деталь. И фиксирующий щелчок. Нажимаем стопор, откидываем за щелочку и все. Руль у нас сложен. Детали, которые нету обычно на велосипедах Шульц, это передний багажник. На нижней перемычке у нас здесь специальное отверстие под резинки шульцовские. А на верхней, на платформе, снизу такие вот грибочки приварены, чтобы можно было обычной веревкой или жгутом перемотать груз. Он уже точно никуда не делся. Крест-накрест. Багажник у нас кастомный, имеет крепление на ногах вилки. Вилка у нас здесь также хромолевая. Ну и еще к вилке крепятся пластиковые широченные крылья. На мой взгляд, очень важно, что они пластиковые, потому что если крыло металлическое, оно начинает ржаветь, а здесь это и выигрыш в весе и в функционале, в том плане, что ржавчины не будет. Ну и, конечно, вот такой широченный огромный брызговик, который установлен, чтобы по максимуму защитить вас от грязи. Хотя мне кажется, что те люди, которые будут ездить на этом велосипеде, грязи бояться не должны. Передняя втулка у нас здесь алюминиевая. На промышленных подшипниках, естественно, на промышленных, чтобы выдерживать максимум надругательств и при этом минимум обслуживания требовать. Переднее колесо на эксцентрике, чтобы можно было легко его снять, в случае, если вам в полевых слоях будет необходимо заменить камеру. Ну а с левой стороны классическое шестиболтовое крепление диска тормоза. Тормоз здесь, опять же, Avid BB5. Один из самых надежных механических тормозов, которые можно встретить на рынке. С правой стороны у нас есть специальный барашек, чтобы не нужно было с помощью шестигранника подводить колодку, которая обездвижена, а можно его просто покрутить и тем самым настроить тормоз в тот момент, когда колодка и затрется. Колеса Fat Bike. Ну да, есть Easy Fat. Вроде уже Fat'ом складным никого не удивишь, но здесь покрышки 3.0. Это, наверное, самый широкий обод, который я видел не на фэтбайках, потому что его ширина 42 мм. А эти всего лишь складной велосипед. Но использование его оправданно, потому что мы используем здесь покрышку шириной аж 3 дюйма, для того, чтобы можно было ездить еще и на низком давлении по каким-то сыпучим поверхностям. Для этого делают обод такой ширины. Расстояние между шашками протектора довольно большое, для того, чтобы грязь не забивалась и покрышка не стала гладкой. Это же понятие как самоочищаемость, чтобы грязь отлетала, а не задерживалась в протекторе. По высоте между крылом и покрышкой вроде бы зазор есть, но по расстоянию между перьями и покрышкой его уже нет. Так что размер 3.0 это максимум, который можно сюда установить. Трансмиссия. Здесь у нас используется суперредкая и очень дорогая штука Shimano Nexus на 8 передач. То есть сзади у нас планетарная втулка под дисковый тормоз с огромным диапазоном трансмиссии. При этом, которая не требует практически никакого обслуживания, что очень хорошо, когда вы используете велосипед по полной. Это вам точно понравится. Так что вовремя смазывайте цепью, и я думаю, что это максимум, что вам придется с ним делать. На шатун у нас здесь тоже нанесен логотип Шульц. Еще одна деталька, не обделенная вниманием. Педали у нас здесь, естественно, складные, но, на мой взгляд, это вот тот момент, который для грузных и мощных дядей может оказаться критичным. Так что внимательно относитесь к состоянию педалей. Потому что пластиковые складные педали не самая надежная для больших людей деталь. С внешней стороны у нас установлена алюминиевая защита цепи. Это алюминий, а не абы что. Установлена 42-я звезда. Сзади 20 зубов у нас установлена звезда. Втулка у нас здесь Shimano Nexus на 8 передач, которая покрывает весь необходимый диапазон для складного велосипеда точно. Из необычных фишек рамы здесь еще есть горизонтальный дропаут. Для того, чтобы вы могли с легкостью натягивать цепь при использовании с планетарной втулкой. Ну, или увеличивать или уменьшать базу велосипеда в зависимости от того, насколько длинным он вам нужен. Это не просто горизонтальный дропаут, а горизонтальный дропаут со смещаемой внутренней частью, вместе с которой двигается и крепление дискового тормоза. То есть при натягивании цепи вам не нужно передвигать дисковый тормоз и его крепление для того, чтобы настроить под новое положение колеса. А здесь этот элемент двигается вместе с алюминиевыми внутренними вставками. И, кстати, в этой же алюминиевой внутренней вставке дропаута у нас есть крепление под обычный переключатель. То есть в случае чего, если вдруг у вас какая-то непереносимость планетарных втулок, вы можете установить сюда обычный переключатель стандартный к петуху и использовать этот велосипед с кассетой или трещоткой, что вам больше нравится. Перед конечной затяжкой дропаутов есть специальные такие вот натяжительные болтики, вставленные в дропауты, очень тонкие и элегантные. Заднее крыло у нас такое же, как и переднее, пластиковое. По ширине полностью закрывает нашу широченную покрышку. Ну и на конце имеет тот же брызговик, который дополнительно защищает от брызг. Кстати, тот редкий случай, когда у нас установлены на велосипеде ротора разных фирм. Потому что сзади ротор у нас идет от фирмы Shimano на 160 мм, а спереди у нас идет ротор от Avid или от SRAM, кому как больше нравится. Но в данном случае это все еще Avid. Кстати, багажник здесь задний не такой же, как на всех остальных складниках от фирмы Schultz. Потому что здесь есть дополнительная дуга, которая у нас позволяет устанавливать сюда либо сумку штаны, либо боковые баулы. И именно вот на эту дугу эти баулы будут иметь точку опоры, что не будет давать им, во-первых, болтаться и, во-вторых, попадать в колесо. Ну и также приварена сразу же скоба для крепления резинки. Если вы уже просто положили сверху на багажник какой-то груз, и вам достаточно закрепить его только резинкой. Ну и такие же грибочки, как и на переднем багажнике, для того, чтобы вы могли вокруг них обмотать груз каким-либо жгутом и при этом веревка не осползала. Еще одна необычность данной велосипеда, то что в качестве точки опоры в сложенном состоянии у нас здесь выступает специальная скоба, которая крепится на кареточный узел, а, соответственно, подсидельная труба вниз у нас не выходит. Велосипед у нас тестовый, и здесь у нас установлена такая вот необычная подножка, которая вроде бы одинарная, но при этом становится двойной. В 2022 году у нас будет установлена одинарная, но усиленная подножка. Но при желании поставить двойную подножку, как на мотоциклах, вы всегда сможете это сделать, потому что крепление позволяет. Ну а теперь давайте посмотрим, как этот монстр складывается. Убираем подсидельный штырь, складываем педальки, ставим левую педаль в положение на 3 часа, нажимаем фиксатор, отгибаем лапку и складываем руль, затем убираем подножку, откручиваем верхнюю муфту, убираем фиксатор и складываем раму. И все, велосипед сложен. Ну и теперь в обратном порядке. Складываем основную часть механизма, закручиваем муфту, подножку, раскладываем педальки, вынимаем подсидельный штырь и руль. Вот и все, можно ехать. Вообще есть на самом деле отдельный такой тип людей, это рыбаки. Приходит такой бородатый дядя, большой, естественно большой, в кучу одежды, которая покупает сначала самый дешевый складной велосипед. Ну потому что ему на электричке, вот этот вот ящик надо куда-нибудь везти. Через месяц этот человек возвращает велосипед в таком виде, что даже непонятно, что это за модель. Естественно, на велосипеде меняются колеса, меняются там тормоза. В общем, этот велосипед перестает быть тем, что он купил изначально. В какой-то момент этого человека задалбывают ходить в магазин за постоянным ремонтом. И вот именно для таких людей, которые хотят уехать на рыбалку, взять с собой все, ящичек чего-нибудь горячительного вперед, ящичек для рыбалки назад, ехать по льду, в общем, вот для них этот велосипед. Они знают, что они его будут целенаправленно убивать, но вот этот Шульц Биг Дэдди, его нереально убит. Есть даже видео, где человек ставит мотор кометы на багажник и начинает на этом велосипеде ездить с мотором, с бензиновым мотором. С одной стороны, звучит, конечно, смешно, но с другой стороны, ты понимаешь, что это действительно надежная штука. Здесь должно быть крепление для бура тогда, знаешь. Было бы круто, если бы... Да, 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 начинаешь бурить. Это был бы отдельный стайл. Естественно, в комментах будут люди, которые будут говорить, господи, что это за урод? Почему он выглядит так стрёмно? Но велосипед сделан инженерами, а не дизайнерами. Здесь важен его функционал, его надежность. Не всегда это удается сочетать с тем, чтобы это было красиво и изящно. Пока что велосипед делается всего несколько лет, но за эти годы не было ни одного возврата. Мне кажется, это говорит о многом. Что либо человек уехал так далеко, что он остался там жить, либо человек просто не может его сломать. Мне кажется, что это лучший рецензийный велосипед, когда к тебе ни за чем не приходят его чинить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова